Борьба с бедностью сегодня объявлена приоритетной задачей государства. То, что раньше стыдливо замалчивалось, сегодня все-таки вышло на первый план. Слишком велика стала пропасть между теми, кто вынужден выживать, и теми, кто еще больше нарастил свой капитал. Не случайно в нескольких регионах страны уже стартовали пилотные проекты по борьбе с бедностью. Журналисты высоты 102 вышли на улицы Волгограда и спросили у горожан, считают ли они себя бедными людьми, кто виноват в этом явлении и что нужно сделать для того, чтобы уровень жизни населения стал выше. Можно ли победить бедность в нашей стране и как? Конечно, можно. Работать надо, работать. Не так, как мы работаем. Мы плохо работаем? Плохо работаем. Всю жизнь мы боремся, чтобы повысить производительность труда. И никак. Вы считаете в этом проблема? Да, только в этом. А вы считаете себя бедным человеком? Нет, нормально. Я пенсионер, доволен пенсией. Бороться с бедностью, мне кажется, смысла никакого нет. Потому что мы люди, которые относимся к бедной категории, от нас ничего не зависят. А те люди, которые относятся к богатой категории, их все устраивает. Только не с нашей властью. Тяжело, но можно. Каким образом? Не знаю. А вы сами считаете себя бедным человеком? Нет. Средненьким. Даже, может быть, пониже чуть-чуть. Победить ее, по-моему, невозможно. Почему? Почему? Пока не прекратится воровство, коррупция и все остальное. Богатые становятся богаче, а бедные становится больше. Зарплату, наверное, повысить. И пониже коммуналки вот эти все сделать. Поменьше воровали бы, мы бы жили отлично. Они говорят, денег в бюджете нет. Но если он получает в месяц 93 миллиона, откуда деньги в бюджете будут? Можно ли победить бедность? Нет. Пока их от власти не отгонишь, ничего не победишь. Восемь тысяч зарплаты у меня. Как вы живаете? Потихоньку. А как еще? Государство должно, у них там штат большой, они должны какие-то меры принимать. Чтобы и молодежь после институтов могла устроиться, а не ждать, пока у них стаж наработается непонятно где. А надо всех в Сибирь отправить, олигархов. Вместе с правительством и думать. Вот так, я считаю. Своровал. Туда пингвинов выращивать. Вместе с семьей. А не так, что он на следующий день уже гуляет там. Миллиардами ворует. Макарошки кушаете, кто-то там сказал, да? Макарошки прожить можно. Они сами себе зарплату делают. Остановить рост цен, выплачивать зарплаты, повысить зарплаты, остановить рост коммунальных услуг. Лучше работать, новые технологии. Уже сколько лет нет войны, а мы все живем по старинке. Олигархам поменьше под себя надо брать денежек, а то зажрались они уже все, твою мать. Можно победить бедность, если полностью сменить депутатов областной, Госдумы и Городской думы. Надо всех их поразгонять. Я отработала 42 года и пенсия 9 тысяч. Где это? Нормально? Это ненормально. Да навряд ли, наверное. Почему? Ну, потому что постоянно цены поднимаются. Пенсию чуть прибавят, цены опять побольше. А на работу? Сейчас куда устраиваться? Половину заводов поразбомбили. То лекарства, то за кварплату надо заплатить все это. Так что, ну, я живу впритык. Я думаю, нет. Почему? Потому что власти ничего не делают. Ничего не делают. Просто вот с ребенком мы пошли вчера, купили на тысячу рублей продуктов. Ничего не купили. Творожки элементарные просто. Как тут победишь? Зарплата очень маленькая. Выплаты непостоянные. На работу не устроишься, пенсию увеличили. Что делать? Люди болеют, медицина дорогая. Можно ли бедность победить? В нашей стране нет. Почему? Так все устроено. Вы бедный человек? Да знаете, таких, как я, миллионы. Есть свое мнение по этому вопросу и у волгоградских ученых. Разговор об особенностях проблемы бедности в Волгоградской области состоялся в студии «Высоты-102» с известным в регионе экономистом Кареном Туманянцем. Бедность как явление имеет в Волгоградской области свои особенности. В частности, уровень расслоения общества по доходам в регионе достаточно низкий. Но вот по другому показателю ситуация гораздо хуже, чем в целом по России. Потому что глубина бедности, то есть одной семье, грубо говоря, не хватает 2000 рублей в расчете на человека для того, чтобы выйти из состояния бедности. А для второй семьи разрыв гораздо больше. То есть им фактически 5000 рублей в расчете на каждого человека не хватает для того, чтобы выйти из состояния бедности. И вот этот показатель, мы его тоже посчитали, именно глубина бедности. Вот для Волгоградской области она более высокая, чем в целом по Российской Федерации. То есть у нас по количеству бедных, можно так сказать, по относительной доле бедности, мы, может быть, и не сильно отличаемся от всей остальной страны. Но вот, так сказать, масштаб проседания, что ли, дохода, да, или степень лишения, которые испытывают вот те бедные люди, которые живут в Волгоградской области, она, конечно, выше, чем в среднем по Российской Федерации. О том, что и на уровне региона власти теперь обратят внимание на низкий уровень жизни населения на уходящей неделе, заявил губернатор Андрей Бочаров. Мысль о том, что главная задача власти – борьба с бедностью, прозвучала на встрече с политиками и общественностью. Конечно, уменьшить количество тех жителей региона, кто живет на грани или за гранью бедности, без развития промышленности, создания рабочих мест, корректировки социальной политики не получится. Какие шаги власть предпримет в первую очередь, покажут уже ближайшие месяцы.